Еще раз всем спасибо, кто подключился, и тем, кто еще не слышал, вопросы, пожелания очень приветствуются по ходу. Хотелось бы сделать более интерактивной презентацию, и не чтобы я просто все время говорил. Тема Unicode String in C++, Making String Cross-Platform in 10 Million Line of Codebase on the Fly. Как оказалось, по ходу составления презентации это сделать было не так уж сложно, что странно на самом деле, потому что изначально, когда нам такая задача была поставлена, казалось, что это невозможно сделать, и это вообще сумасшествие, но постепенно оказалось, что очень даже возможно и не так уж сложно. И в этой презентации я расскажу, какие были приняты дизайн-решения, почему, какие у них были плюсы и минусы, что, возможно, стоило бы сделать по-другому. Надеюсь, для других проектов, которые в похожей ситуации, это будет полезно. Как я уже говорил, очень большой проект, такой большой, что посчитать строчки кода стандартными средствами не получается, Visual Studio не осилила. Ради интереса для статистики я посчитал такой утилитой, которая называется K-Log, есть ссылка. Вот статистика по нашему проекту. Достаточно много есть C-кода в модулях, которые отвечают за обработку файловых форматов. Это уже после порта, уже есть Objective-C. Очень много C-стринга MFC-шного в проекте. И причем это только C-стринг, а есть же еще просто сырые буферы всякие, C-style и множество всяких функций STR-CAD, STR-COPY, STR-TOKEN-ICE и так далее. Поэтому работы было очень много и нужно было разработать хорошую стратегию для того, как это все заменить и портировать. Для начала constraints, из них будут исходить все десайн-решения, и чтобы было понятно в целом ситуация, есть большой enterprise проект, который писался, по-моему, с 88-го года под Windows. Я находил в проекте до сих пор вызовы для 16-битной Windows API. Да, и этот проект кормилец, соответственно, нельзя ничего сломать, все должно остаться как есть. И в принципе бюджет на порт выделяется из Windows-версии, поэтому сломать Windows-версию это был бы Epic Fail. Цель иметь одну код-базу под Win и Mac, как можно меньше всяких FDEF, как можно больше общего кода, который выполняется и там, и там, потому что и так очень много кода, еще и делать отдельные реализации для Win и Mac по возможности не хотелось бы. Еще одно очень важное требование — бинарная совместимость для файловых форматов между Win и Mac. То есть можно сохранить файл на Windows и открыть его на Mac, в этом же приложении все должно работать. Мало того, должна быть возможность открывать на Mac файлы, которые были сохранены в более ранних версиях Windows. То есть в приложении, которое в первый раз появляется на Mac, открывать файлы, которые были сохранены в очень ранних версиях приложения на Windows. И со строками с этим есть проблема, потому что нет четкой какой-то прослойки для сериализации и неизвестно, сколько там каких вызовов, которые просто буферы со строками для сохранения текста пишут в файл и в каких форматах, в каком виде это сохраняется. И уже есть множество файлов, в которых все это сохранено, соответственно, такая довольно интересная задача. Да, приложение выпускается на многих версиях для многих языков, в том числе Far East, CJK, Chinese, Korean, Japanese. То есть обязательно поддержка Unicode и все, что из этого выходит. Поскольку в проекте была использована MFCC-стринг, то код рассчитывает на то, что строка поддерживает copy-on-write. То есть при создании строки из другой строки все строки будут делить один буфер, пока одна из них не сделает модификацию. И тогда она только тогда сделает новый буфер, выделит память и сделает уже модификацию. И еще одно требование. В общем, нельзя иметь явную зависимость на third-party библиотеку. Горький опыт после того, как 20 лет писался проект и везде были вызовы вина PMFC посреди бизнес-логики, когда пришлось портировать, оказалось, что это не очень удобно, мягко говоря. И использовать, соответственно, какую-то third-party строку и везде явно ее включать, явно с ней линковаться и посреди кода использовать тоже не хотелось. Соответственно, такая вот таблица Design Decisions. Какие были приняты решения, исходя из констрейнтов и почему. И это, в принципе, как адженда для этой презентации. Дальше будет о каждом решении, его плюсы-минусы, за и против. Как именно оно было реализовано, как это сделать и почему так было сделано. Поскольку так много кода и нельзя ничего сломать, то было принято решение сделать имплементацию C-string один к одному и строковых функций. То есть, по сути, сделать классы и функции, которые для кода, который их используют, выглядят так, как будто это и есть MFC-шный C-string, и он ведет себя точно так же. Было сделано достаточно много юнит-тестов. То есть, можно было заодно проверить, насколько документация на MSDN соответствует тому, как реально себя ведут строковые функции в имплементации Microsoft и как себя ведет C-string. Соответственно, если эти же самые юнит-тесты запустить на Mac, то они должны тоже проходить точно так же, значит, наше поведение совпадает один к одному. И большой плюс этого в том, что мы вообще не трогаем никакой код, никаких регрессий на Windows не будет, потому что на Windows мы можем продолжать использовать MFC-си-стринг. На Mac или на других новых платформах нам достаточно включить еще один хеддер, прилинковаться с библиотекой, в которой есть имплементация C-string и строковых функций, и все начинает работать. Следующее требование. Бинарная совместимость для файловых форматов между Win и Mac. На Windows white characters двухбайтовые. WHR и C-string по умолчанию с задефайниным юникодом двухбайтовый. И изначально он поддерживал USC2 кодировку, позже начал поддерживать UTF-16. Соответственно, было принято решение использовать двухбайтовые строки на всех платформах в кодировке UTF-16. Потому что, опять же, уже есть множество сохраненных файлов с текстом, во-первых. Во-вторых, это нативная кодировка для Windows. И, насколько я знаю, все WinAPI-функции, которые по парам вызываются для white-чара и для однобайтового чара, они на самом деле просто сначала конвертируют, а потом вызывают UTF-16 версию. И Windows версия имеет больший вес и приоритет. Поэтому было принято такое решение. Для... Пока что более-менее понятно, есть какие-то, может, вопросы? Продолжаем. Для того, чтобы хендлить Unicode, была использована библиотека ICU. Очень хорошая, надежная реализация. Будет дальше подробнее об этой библиотеке. Очень много больших корпораций и продуктов эту библиотеку используют. И, в принципе, с ней не было больших проблем. Очень легко ее использовать, очень легко построить, очень легко с ней слинковаться. Что, в целом, позитивные впечатления только от использования этой библиотеки. Следующее требование. Код ожидает, что строка поддерживает copy-on-write. Было принято решение реализовать copy-on-write. Об этом будет подробнее дальше. И в целом о copy-on-write в C++, плюсы и минусы. И последнее требование. Не должно быть видимой зависимости на third-party библиотеку. Поэтому мы используем нашу реализацию. И только один модуль зависит от ICU. Все остальные модули не знают, как именно реализована поддержка Unicode. Они не знают, что там есть ICU и вообще, что там происходит. Они линкуются с одной библиотекой, в которой строковые функции поддержка Unicode. И используют то, что там есть. Теперь по каждому решению отдельно подробнее его плюсы и минусы. Как я уже говорил, мог интерфейс один к одному. Минимум изменений в коде. Просто включили новый хедер, слинковались с библиотекой. Никаких проблем, никаких регрессий. Еще большой плюс в этом, что есть очень понятный сет фич, который нам нужно реализовать. То есть, грубо говоря, мы пытаемся скомпилировать новый файл на Mac. Видим ошибку компиляции, что там такая-то функция, не мембер нашего си-стринга, нашего мока. Соответственно, либо ее нужно реализовать, либо посмотреть, разобраться, как именно она используется. Обосновано ли это использование. Возможно, можно сделать это каким-то другим способом. И мы можем реализовывать не всю полностью строковое API Microsoft и не весь полностью си-стринг, а только те части, которые у нас используются. Те части, которые используются обоснованно и действительно нужны. Из минусов интерфейс mismatch, когда из-за того, что наша реализация отличается, ну, в принципе, я думаю, те, кто сталкивался, понимают, что не очень удобно и красиво иногда получается. Когда имплементация внутри на самом деле не слишком соответствует тому, что было изначально. Небольшое такое личное отступление сравнения стд-стринг и си-стринг, потому что многие люди, возможно, бы сказали, зачем этот си-стринг мокать, все переписать заново, использовать стд-стринг. Там же все есть. И вообще small-стринг оптимизация в современном стд-стринг. И есть move, есть r-value, и не нужен copy-on-write, не нужны atomic-конструкции и так далее. Но чтобы понять, почему так было, как я уже говорил, история этого проекта, что он писался еще там с 88-го, по-моему, года. И си-стринг появился в первой реализации MFC в 92-м году, стд-стринг первый в 98-м. Копи-он-write си-стринг поддерживает. Си-стринг поддерживал только в GCC, сейчас не поддерживает, потому что требования стандарта такие, что строка не может быть копи-он-write. Поддержка Unicode. Си-стринг сначала поддерживал USC2 кодировку, теперь поддерживает UTF16 полностью. СТД-стринг, соответственно, не поддерживает и, в принципе, не знает, какая у него кодировка. Что, по моему мнению, так же плохо, как хранить массив отдельно от его размера. И почему до сих пор нет строки Unicode Aware, которая знает, какая у него кодировка и может хранить хотя бы для мейджор самых распространенных UTF-кодировок. Если честно, не знаю, очень хотелось бы. Small-стринг-оптимизейшн есть в последних реализациях. СТД-стринг большинства компиляторов. Си-стринг ее нет, к сожалению. И кросс-платформ, самый большой минус си-стринг. Понятно, что он только для Microsoft, если не считать какие-нибудь реализации Vine. СТД-стринг, кросс-платформ со звездочкой. Почему со звездочкой? Потому что нельзя просто так взять и использовать... Да-да-да. Какой? Это вопрос или кто-то не замутался? Походу не заметался просто. А ладно. Можно маленький вопрос? Конечно. А почему Copy and Write настолько важен? Ну, если бы, например... Ну, просто ты часто о нем упоминаешь, и как-то вот не совсем могу понять. Ну, то есть, предположим, что мы всегда копируем все строки. Ну, то есть, неужели это действительно было так важно иметь в кос-платформенной реализации также Copy and Write? Там будет дальше подробнее об этом, но забегу чуть-чуть вперед. Как я уже говорил, код рассчитывает на то, что есть Copy and Write. Соответственно, может быть очень много кода, который не задумываясь о том, что он делает копию, потому что он думает, что он не делает копию. Какой-то строки, которая часто повторяется в приложении. Соответственно, мы будем использовать гораздо больше памяти без Copy and Write. И там я покажу кейсы, когда мув семантика не работает, либо когда ее нельзя использовать по каким-то причинам. То есть, почему нет Copy and Write в современной строке? Потому что говорят, да просто мувайте строку, никаких копий у вас не будет, никаких атомик инструкций. Но чтобы мувать строку и использовать мув семантики и избегать копий, нужно очень внимательно ревьювить и очень внимательно кодить и осторожно использовать и разрабатывать интерфейсы и думать о том, как вы передаете строку, что не всегда возможно в такой огромной кодбазе. И учитывая, что никто бы не переписывал каждое место использования, где оно копировалось, чтобы оно теперь мувалось. Потому что есть много функций, которые просто принимают строку по значению, не по rvalue и так далее. И наша имплементация строки, насколько я знаю, поддерживает мув. И есть у нее мув-конструкторы, мув-ассайнмент-операторы, но в некоторых кейсах все равно невозможно использовать мув, и используется Copy and Write. И еще один аргумент в пользу этого, что Copy and Write pointer уже был реализован в этом проекте. То есть тот аргумент, что вот нужно реализовать заново Copy and Write, он должен быть thread safe, синхронизация между потоками очень сложная и так далее, он здесь не сработал, потому что уже была реализация Copy and Write. Просто возьми, используй ее в строке и ответил. Да-да, спасибо. Там еще дальше будет с примером, будет более понятно, почему так. Вообще, если бы говорить о идеальной строке для нового проекта, и тоже у меня об этом будет, в ней, я считаю, не должно быть Copy and Write, потому что действительно слишком большая цена с Atomic и со сложностью написания. Об этом будет еще дальше подробнее. Возвращаемся, на чем я остановился. Это кросс-платформ. std-string вроде как кросс-платформ, но он кросс-платформ со звездочкой, потому что нельзя просто так взять и использовать std-string для Unicode и в целом для строк с кодировкой. Первая проблема в том, что white character двухбайтовый на Windows и четырехбайтовый на Unix системах. Соответственно, бинарная совместимость наша не получается. Это первое. В целом разный размер. Если мы хотим использовать char16t, который двухбайтовый, это другой тип. То есть нам нужно везде использовать шаблоны, либо везде использовать две реализации, хотя они на самом деле делают то же самое. То есть как long и int на Windows, которые разный тип, но по сути своей абсолютно одинаковый. Еще одна проблема, что regex, stream и так далее, текстовые файлы с широкими строками, имеют охраниченную поддержку char16t на Unix системах. То есть v-stream, v-regex и так далее примерно соответствуют тому, что есть на Windows. А вот u-stream и так далее не все есть, далеко не все реализовано. И нужно было в некоторых случаях расширять стандартные стримы и regex, и то, что там не хватало. Поэтому std-string на самом деле-то и сегодня не слишком лучше, по моему мнению, чем c-string. Есть еще куда расти и куда стремиться. Идем дальше. Unicode. Коротко о трех самых часто используемых кодировках. UTF-8, UTF-16 и UTF-32. Число возле названия, соответственно, говорит о количестве бит для одного кодпоинта. Кодпоинт – это имеется в виду не символ, а единица для кодировки символа. То есть в UTF-8 и в UTF-16 может быть несколько блоков для того, чтобы закодировать один символ. В UTF-8 от одного до четырех блоков. В UTF-16 от одного до двух блоков. Соответственно, UTF-32 – это Fixed Length Encoding, то есть всегда на один символ 32 бита независимо. Все помещается. Удобно в определенных случаях для быстрой работы со строками, но в четыре раза больше использования памяти для ASCII, английского и распространенных латинских символов. Утф-8, на мой взгляд, самая интуитивная, самая удобная кодировка для ASCII, латинских символов, английского и так далее. Использует всего лишь один байт, очень экономная. Утф-16 здесь об этом нет, но это самая неинтуитивная кодировка. Об этом будет дальше. В чем минус, если вам придется тесно работать именно с символами и вручную их как-то генерировать или обрабатывать, то нельзя просто взять эти два блока, посмотреть в таблице, что это за символ. Там очень хитрый механизм, берутся два блока вместе, из них вычитается константа, потом из верхних 10 бит результата, к верхним 10 битам результата прибавляется еще одна константа, а к нижним 10 битам прибавляется другая константа. В общем, с этим пришлось повозиться. Когда для юнит-тестов я сгенерировал полностью всю таблицу юникода, чтобы убедиться, что поведение один к одному для каждого символов. Но если вам придется с этим работать и есть возможность выбрать UTF-8 или UTF-16, большинство людей рекомендуют UTF-8, я с ними согласен, экономия места, легче работать, очень очевидный энкодинг. Еще большой плюс и UTF-8, и UTF-16, что независимо от того, какой мы символ взяли в строке, мы можем без контекста определить, это первый блок, который кодирует символы, это второй блок, третий, четвертый и так далее. То есть нам не нужен контекст для того, чтобы определить, что это за блок. Это начало или конец, или хвост, или середина. По первым управляющим битам можно это определить. Два байта на символ на обоих ОС, плюсы-минусы этого решения. Первый плюс, как я уже говорил, и это было сделано в основном именно для этого, для бинарной совместимости. То есть мы можем писать даже просто сырой буфер с текстом, и мы можем быть уверены, что есть 100% бинарная совместимость. Второй плюс, такой незначительный, но для некоторых языков, для определенных символов, занимает меньше места, чем UTF-8. UTF-8 занимает по 3-4 блока, UTF-16 в один блок помещаются, в билингул плейн некоторые символы. Еще один плюс, что native для vnapy-mfc, cf-string, ns-string со звездочкой, потому что там очень сложно понять, как на самом деле эти классы хранят строку внутри. В том числе они могут хранить ее в UTF-16. Соответственно, преобразование из c-string в cf-string, ns-string будет происходить без конверсии, но там, насколько я знаю, очень хитрая реализация, и она может даже меньше одного байта в определенных ситуациях занимать для кодировки строки, поэтому на самом деле для cf-string, ns-string можно не считать это. Из минусов двойной размер для ASCII английского, но поскольку так уже было все время до этого на Windows, это не такой большой минус, и еще это сглаживается тем, что это графическое приложение, текста хоть и много, но это не основные фичи приложения, и не так уж, по сравнению с графикой, не так уж много текста в памяти. Еще один минус, ограниченный саппорт чарж-16T, стримами, рекексами и так далее. То, о чем я уже говорил, эта проблема была решена. Еще один минус, разные строковые литералы. Соответственно, если широкая строка с литералом большое L, на Windows это будет WHR, который двухбайтовый, на Unix-системах это будет WHR, который четырехбайтовый, который в UTF-32. Это проблема. Дальше будет, как мы ее решили. Еще один минус, что UTF-16 наименее интуитивный и понятный из трех самых распространенных кодировок. Но, в принципе, если вам не нужно напрямую работать с символами, генерировать, обрабатывать и так далее, то этот минус незаметен для большинства пользователей строки. Идем дальше. Как сделать универсальный чар, который везде двухбайтовый. Здесь просто пример. Здесь может быть любой FDF для любых платформ, но основная идея, что у нас один тип на всех платформах, и он всегда двухбайтовый. И это делает многие вещи более очевидными и понятными. И в целом простое решение. Ну, можно сделать макросами, можно тайпдефом, как угодно. Идем дальше с литералами. Как я уже говорил, проблема с тем, что разная кодировка, разный размер для констант строковых. Точно так же эта проблема решена макросом. Было решение сделать свой underscore W для литералов. Можно назвать его как угодно, но идея в том, что есть в новом C++. Идем дальше с литералами. Множество разных литералов, в том числе U, это значит UTF-16. Можно явно писать U8, U16, U32, и вы получите константную строку в нужной кодировке нужного размера. И большой плюс этого, что такую замену можно сделать просто каким-то регексом по всему проекту и вручную не возиться. и получится достаточно быстро. и точно так же было сделано по аналогии для всех строковых функций. То есть, допустим, есть функция tcsn copy или что-нибудь в таком духе. мы делаем мы делаем свою функцию, свой макрос, заменяем эту функцию. На Windows он по-прежнему продолжает вызывать всю ту же функцию, которую он все время вызывал. На Mac мы вызываем ICU реализацию. И почему было принято решение явно явно заменить места использования, а не использовать те имена, которые уже есть, и просто их подменить макросом на Mac, потому что, во-первых, есть коллижены с функциями, которые также названы и уже есть, но они делают не то, что надо, потому что они принимают другой тип чара. То есть, например, есть WCS copy, которая принимает WCHR на Windows и WCHR на Mac, но нам нужно вызвать 16-битную реализацию на Mac и нам нужно вызвать нашу ICU-шную обертку. И плюс к тому, когда мы мешаем ATL, MFC, хеддеры с нашими макросами, которые подменяют там какие-то функции, тоже это не очень хорошо. Была сделана вот такая таблица, соответствие для всех функций, тоже достаточно простой метод замены, механический. Как была решена проблема с WStringStream'ом и так далее, для того, чтобы он поддерживал charge16t? WStringStream'e, оказывается, WStringStream, например, можно расширить, унаследовався, если от него унаследоваться. То есть мы на Windows'e просто сделали псевдоним для WStringStream'e и продолжаем его использовать на Mac'e для того, чтобы работать с двухпайтовыми строками, были добавлены все соответствующие конструкторы, операторы, функции и так далее. Да, можно, оказывается, вот так сделать и расширить стандартную имплементацию. Идем дальше. Copy on write. Уже был об этом вопрос. Плюсы, нет копии, экономим место. Один аргумент в пользу copy on write, что copy on write pointer был уже заимплеменчен. и что код ожидает, чтобы у строки был copy on write. Минус всего один, но на самом деле это большой минус, что любая операция, которая может потенциально изменить строку, должна теперь иметь atomic-конструкцию. Atomic-конструкции могут быть достаточно медленными, особенно на мобильных платформах, но для этого приложения это не актуально. О чем тут речь и зачем Atomic даже для просто строки в обычном использовании? Дело в том, что проблема не только в том, что мы модифицируем строку в одном потоке и другой поток не увидит модификацию, например, без точки синхронизации. А проблема в том, что в принципе без Atomic счетчика ссылок небезопасно использовать Copy-on-Write Pointer или Shared Pointer или что-нибудь в таком духе в двух потоках, потому что они могут, например, два потока могут дважды удалить одну и ту же строку, либо ни разу не удалить. Например, ситуация у нас два потока, которые делят между собой Copy-on-Write строку. Каждый поток видит, что там два пользователя в счетчике ссылок. Во время удаления своей строки думает, что остался еще один пользователь, не нужно удалять буфер. И второй пользователь, не нужно удалять строку. Получаем Memory Leak и это одна из немногих таких хроничных ситуаций, которые нужно обрабатывать с Copy-on-Write строкой. И причина, почему Shared Pointer с Atomic RefCount и причина, почему современный STD-String не хочет реализовывать Copy-on-Write. И в принципе для новых проектов, новых строк и так далее абсолютно согласен с тем, что лучше не имплементить Copy-on-Write, не использовать его. Но именно в той ситуации, в которой был этот проект, я считаю, что имплементация Copy-on-Write была обоснована. Допустим, вот такой use-case, который встречается у нас достаточно часто. Есть функция, которая принимает строку по value, мы создаем локальную строку функции, передаем ее в функцию какую-то после того, как мы ее как-то инициализировали, модифицировали и так далее. После того, как мы передали функцию эту строку по значению, мы больше ее не используем. Кто здесь видит проблему? Даже с учетом того, что допустим, есть move семантика и есть у строки конструктор, который принимает rvalue, какая проблема с этим кодом, если бы вам, допустим, пришел такой код на review, какие вы бы написали пожелания, исправления, для контекста строка большая, длительная, длинная. Зачем ее копировать, если правильно что-то? Да, ну то есть нужно написать move, можно передать move, мы знаем, что строка не используется, но теперь представьте, что вам пришел такой div на review, и строка не называется large string, она называется просто как-то, и из ее использования вообще не очевидно, большая она или маленькая, и возможно вам такой div вообще не пришел на review никогда, потому что вы просто включили новый include в этот файл, и c-string на маке автоматически заработал, и вот честно поднимите руку и скажите, кто бы здесь увидел эту проблему, сказал бы, что строка копируется, ее можно move, написал бы std move, и проблема в том, что компилятор не может здесь сделать move, потому что ему слишком сложно доказать, что строка дальше не используется, и что валидно нам сделать move, соответственно это еще один такой аргумент в пользу copy-on-write, то, что copy-on-write в этой ситуации сработал автоматически, и мы этот код вообще не трогали и даже не видели, и скорее всего, когда мы портировали такие кейсы, мы просто сделали include и прилинковались с нужной либо, и поскольку у нас один к одному интерфейсу у нас просто все заработало, и мы даже не проверяли, была там копия, не была ее большая строка, маленькая строка, естественно, все такие кейсы, которые в теории можно и нужно было бы move-нуть, и не использовать atomic, не использовать copy-on-write, на самом деле по факту они бы делали копию, и они бы делали new, а new это даже хуже, чем atomic конструкция, потому что это гораздо дольше, это обращение к памяти, и new чаще всего в себе содержит уже atomic конструкцию, то есть вот для каждого такого кейса, и это только один пример, без copy-on-write все было бы значительно хуже. Прошу прощения, а можешь уточнить, почему ты говоришь, что все-таки new бы вызвалось, ну имеется в виду с move-семантикой? Так, а здесь бы не сработала move-семантика, здесь сработала бы копия, в этом случае мы передаем не временный объект, а локальный объект, именованный lvalue, и здесь move-бы не сработал, если бы мы явно не написали std move. Ну, да-да-да, имел как раз вариант с явным std move-ом. Ну, а проблема в том, что очень много мест использования, и никто не будет вручную смотреть. Я понял, я понял, я понял, спасибо. То есть, много участков кода, где было, методы гидрализовались, и проверять не хотелось их, и просто на этапе того, что было уже решение, которое подозревает. Не то, что не хотелось, просто с точки зрения человека, который писал этот код для sstring, было все абсолютно хорошо, потому что он знает, что есть copy-on-write, не будет копий и так далее. И просто нецелесообразно было каждое место использования проверять, гораздо легче было заимплементить copy-on-write. То есть, 10 миллионов строчек и строка используется очень часто. Понятно. Идем дальше. ICU. Подробнее об ICU это библиотека, и она есть на C++ и Java с полной поддержкой Unicode. Очень солидная, хорошая, либо по списку организаций, которые ее используют, можно понять, что на самом деле можно было не задумываясь ее взять и использовать, то есть, если Adobe, Amazon, Apache, Apple, Boost, CERN и так далее. Там список гораздо длиннее, я из него выбрал такие наиболее популярные, известные организации. очень рекомендую эту библиотеку, в целом очень легко ее использовать, никаких не было проблем с компиляцией, деплоем и так далее. Есть хорошая документация, функции делают то, что ты от них ожидаешь. В целом только позитивные впечатления от этой библиотеки. идем дальше. Использование нашей имплементации строки, в чем плюсы и минусы, в целом это может быть даже безотносительно конкретно этой строки, вообще для любого класса, который каждый enterprise проект почему-то всегда имплементит там свою строку, свой вектор или свое что-нибудь еще, почему так, и в чем плюсы и минусы. Плюсы, что мы можем сделать ровно то, что нам нужно. Проблема стандартной имплементации зачастую в том, что она должна быть реализована на многих платформах и соответственно получается такая беда, list common denominator, как там есть с тредами, например, что стандарт может реализовать только то, что есть и в петредах, и в напишенных тредах, иначе непонятно, как вообще это все делать. Учитывая, что мы знаем точно, что нам нужно, особенности нашего проекта, мы можем заточить имплементацию именно под наш проект и например, мы можем не волноваться про мобильные платформы, что там Atomic, медленный или что-то в таком духе. Нас это вообще не волнует, нас волнует только две платформы, на которых мы в данный момент выпускаем продукт. Еще один большой плюс в том, что нам не нужно морочиться с багами, которые мы не можем пофиксить. Например, если вы используете Qt или какую-то такую библиотеку или Boost и там вы находите баг, неизвестно, будет ли он пофикшен в следующей версии, а вообще заведен ли такой баг, а кто-то его фиксит или нет. Если вы хотите пофиксить сами, то вам нужно протолкнуть еще этот фикс, чтобы он включился в нужную версию и вы потом ждете, пока эта версия нужная выйдет. Если вы так не хотите, то вы делаете свою имплементацию со своими патчами, потом, когда выходит новый апдейт, если вы хотите сохранить свой фикс, вам нужно мерджиться, и это много головной боли, и в целом работать с кодом, который вы не можете изменить и не всегда можете нормально продебажить, может быть очень неприятно. И еще один большой плюс, что никто не поломает и не сделает какой-то новый баг в очередном апдейте, если вы используете свою имплементацию. То есть не будет ситуации, когда вы использовали какую-то сортпати библиотеку, обновились и вылез какой-то страшный баг, который теперь непонятно опять же что с ним делать, откатываться на предыдущую версию или что делать. Из минусов очевидно надо все заимплементить самому, это может быть много работы, это значит, что будет код, который не протестирован в таком боевом реальном окружении, в отличие от сортпати либо, у которой много юзеров, которая уже давно используется и много есть юзкейсов, она протестирована и несмотря на то, что никакая сортпати либо не может нам ничего поломать и сделать баг в очередном апдейте, в очередном нашем апдейте мы сами можем себе что-то отломать, такое тоже случается, но это в целом легче пофиксить, чем в сертпати либо ну и мое мнение почему в каждом enterprise проекте есть своя строка и так далее в основном это потому что они начинали списаться еще даже до 98 стандарта C++ и на самом деле зачастую просто не было еще в стандартной имплементации того что нужно и это все так и сохранилось и перекочевало в более новые версии гипотетическая ситуация если все-таки мы делаем новый проект с нуля краткие рекомендации для строк использовать std string с чаром я это слышал во многих презентациях посвященных Unicode строке Unicode и так далее большинство людей советует использовать std string с basic type char потому что во-первых одинаковый размер на всех платформах во-вторых самая имплементация которая появилась в стандарте раньше всего самая полная поддержка регексов стримов и так далее и всего подряд маппится на utf8 самая интуитивная понятная экономная кодировка если у вас только аски то вообще никаких проблем можно не заморачиваться с кодировкой просто использовать std string чар и радоваться жизни если нужно все-таки сохранять строки с другими котировками то желательно как-то обернуть во что-то или использовать строку которая знает в какой она кодировке да еще новая хорошая фича которая появилась в c++ это string view если вы явно знаете что где-то у вас используется read-on или строка и вы хотите избежать копий то можно использовать string view для этого экономит место никаких копий в целом удобная штука идеальная строка по моему мнению тут уже есть даже в этом слайде несколько вариантов которые в принципе предполагают что идеальной строки не бывает все зависит от ваших кейсов использования конкретного проекта и так далее я думаю что строка должна поддерживать small string optimization то есть в строках до определенной длины использовать буфер in place без динамической локации это делают все популярные имплементации строки в visual studio насколько я знаю в clang gcc размер у них обычно 24 по моему мнению может быть в каких-то ситуациях лучше использовать 16 или 32 бита по причине того что это aligned access может быть гораздо быстрее как сделать 16 бит если у нас баффер size capacity и capacity и size это size t можно использовать 4-байтовый int если честно не представляю кто использует строки длиной int max или больше поэтому думаю в каких-то ситуациях это могло бы быть обосновано ну или же наоборот педить строку до 32 бит я не уверен но по-моему в клэнге строка может занимать 32 или в каких-то версиях занимало могу ошибаться строка должна знать свой энкодинг не знать энкодинг это так же плохо как иметь сырой сишный массив без размера то есть нужно хранить его отдельно что error prone можно легко сделать ошибку потерять энкодинг придется его укладывать и так далее строка должна конвертировать автоматически между кодировками что кстати наша строка делала в mfc есть c-string a и c-string w соответственно c-string w это широкая строка utf-16 c-string k это multibyte 1-байтовый энкодинг какой именно зависит там от local code page в нашей реализации это был utf-8 всегда они же небезопасны по-моему как я помню там у них много проблем тоже функций нет не сталкивались с таким у каких именно конвертаций между вайс конвертаций между разными кодировками ну на маке мы использовали icu для конвертации между кодировками и мы конвертировали только между utf-16 и utf-8 а на виндоусе это делалось через microsoft api и это было достаточно хорошо протестировано и в целом с этим больших проблем я не помню я просто помню я уже сталкивался с этой проблемой много было проблем с этими вещами я думал какие-то у вас были там есть проблемы я знаю с тем что например microsoft не всегда соглашается с unicode таблицей о том какой это класс unicode класс символа есть проблемы с тем что какие-то функции в принципе поддерживают только usc 2 часть то есть ту часть когда utf-16 закодирован одним блоком иногда документация не соответствует тому что функция реально делает но мы с этим боролись с тем что достаточно много было юнит-тестов и можно было убедиться как как именно себя ведет в реальности функция в независимости от того что написано в документации и в целом любая фича которая имплементилась для мака делалась по такому формату что изучалось как это ведет себя на windows сначала на всех ираничных значениях на всех странных условиях там что если пришел нул или что если пришла там не нуль терминированная строка или какие-то corrupted строки или не тот энкодинг и так далее и в целом была политика просто один в один имитировать поведение windows потому что в большом проекте даже если что-то улучшить с нашей точки зрения и пофиксить какой-то глупый microsoft баг на самом деле код который работал вокруг этого и рассчитывал на этот баг и делал какой-то воркараунд для него может теперь там даже крэшнуться или начать работать неправильно и с таким нужно очень осторожно в таких больших кодбазах насколько бы не хотелось сделать все классно и все переписать но был горький опыт с таким что на первый взгляд что-то что мы сделали лучше чем microsoft на самом деле в итоге что-то отломало и сделало гораздо хуже понятно спасибо следующий поинт должен быть символ итератор что это такое то есть когда мы например итерируем по какой-то строке где символы закодированы несколькими блоками очень часто нам нужно просто получить следующую букву просто следующий символ цельный а не непонятный какой-то блок который вообще как высчитывать как его там клеить с другим суррогатом utf16 понять какой-то блок первый или второй и что вообще происходит в icu насколько я знаю есть такая штука как именно символ итератор получить следующий символ и если вы к этому еще прикрепите какие-нибудь лихотуры справа налево строки какие-то экзотичные арабские символы китайские что-нибудь такое вертикальный текст то это вообще боль когда у вас нет символ итератора если здесь есть кто-то из нашей команды которая работала над текстом возможно они могут это подтвердить или опровергнуть но в целом символ итератор это очень полезная штука для тех кто тесно работает со строками и по моему мнению современная хорошая строка не должна иметь copy on write по причине того что как я уже говорил atomic синхронизация дорогая операция там где она не нужна в новом аккуратно написанном коде в большинстве случаев должен случаться move без всяких atomik копи on write в большинстве случаев не нужен и подтвержден многими бенчмарками и так далее он все еще может быть полезен в каких-то специфичных кейсах но в целом современная строка для современного C++ плюс не должна иметь copy on write по моему мнению источники самые основные откуда были взяты некоторые методы и в целом достаточно интересные презентации Александреску о facebook строке очень хитрые строкас small string optimization еще одна презентация microsoft c++ to deliver office across different platforms многие дизайн решения были взяты оттуда в начале разработки и там много достаточно хорошей информации о platform abstraction layers и всяких других методах как писать кроссплатформенный код с одной кодбазой на нескольких платформах и cppcon 2017 unicode strings vise implementation matters очень хорошая и понятная презентация о unicode я бы ее так назвал unicode для чайников если кому-то нужно будет когда-то понять что это за все кодировки как с ними вообще работать что это за блоки как их понять что там происходит что такое кодпоинт этот что за basic билингуал плейн как между собой кодировки связаны и так далее очень полезная презентация всем очень рекомендую многие вещи гораздо понятнее стали после того как я посмотрел это все вопрос и пожелания можно если я задам такой очень несуразный вопрос больше сталкивался с проблемами такими непонятными для меня в большей части я хотел бы спросить в чем сейчас подумаю в чем разница между допустим тем же самым unicode представлением на платформе и код страницы допустим пишем 1251 страницу 1052 как это все связано хотелось бы больше услышать как это если есть понимание как это все больше связано с платформой именно с код страницей можно рассказать пару слов минут объяснить да конечно насколько я себе это представляю все эти local code page это мультибайт кодировки то есть это однобайтовая кодировка строки где блок где для одного символа используются блоки длиной 8 байт может использоваться как один символ так и несколько символов и как они мапятся зачастую специфично для конкретной операционной системы и у нас с этим тоже были определенные сложности и нужно было как-то имитировать таблицу соответствия для local code page возможности я бы советовал просто от этого уходить и не использовать никакие мультибайт энкодинги кроме utf-8 но если все-таки нужно можно свои пять копеек 12.51 это не мультибайт это конкретно однобайтовая кодировка и собственно все вот эти изобретения с юникодами они делались ради того чтобы уйти от однобайтных кодировок и сделать как бы по сути засунуть все возможные символы в одну какую-то мега большую таблицу то есть по сути это представление всех однобайтовых символов только по пейджам без бюро мы указываем номер пейджи и у нас уже есть представление даже даже нету такого разделения по пейджам есть просто одна мега большая таблица с очень большим диапазоном то есть раньше у нас было много таблиц если это были 8-битные кодировки по 256 символов каждой таблице соответственно каждая таблица обычно привязывалась к какому-то языку то сама идея UTF пришла к тому что все эти таблицы просто слили в одну огромную таблицу и все а сам UTF 8 UTF 16 или UTF 32 это просто способ их адресации если так это более спасибо большое для понимания спасибо если нужен конкретный рецепт как что-то замапить что было на виндоусе на другой платформе у нас есть для этого решение можно мне написать добавиться в скайп я могу помочь но так из головы я сейчас не помню как именно мы с этим боролись тогда еще мои 5 копеек насколько я помню в виндоусе есть уже готовые винопишные функции которые позволяют конвертировать из как раз UTF в однобайтные кодировки где нужно просто передать коды пейдж ну и указать откуда куда и что только я так понимаю в зависимости от ужин системы которые есть они же могут быть они всегда точно гарантированно с одним номером или нет такая-то проблема может быть такая связанная нет ну я думаю что на всех виндоусах это одинаково вот интересно начинается когда это было все время на виндоусе а потом нужно сделать на какой-то другой платформе и что такое 1251 на какой-нибудь другой платформе соответственно 1251 на всех платформах будет одинаково просто просто там может быть кодировка которая виндовс не знает или там могут не знать что такое 1251 ну и там и шрифты дальше не поддерживают и так далее все загубляющие проблемы шрифты это как бы уже чуть-чуть другая тема я понял спасибо а кстати здесь присутствуют люди которые принимали участие в этом Алексей который много добавляет сейчас комментирует Алексей Виноградов Геннадий Зайченко Станислав Сцебенко как раз люди которые конкретно работали над строкой да от себя еще бы добавил что у нас по сути каждая замена вот из той серии что Максим сейчас описывал где заменяется там какой-нибудь копи стринг над другой сливалась обычно превращалась в написание питоновского скрипта который парсит весь код и что-то заменяет потому что объем кода был такой что руками это все никогда не менялось еще и студия не может заменить экстернал линки и так далее он не видит все эти зависимости никак реальным нормальным способом это нельзя сделать вы не нашли такой способ да студия у нее есть возможно такие тулзы но она может просто подавиться таким большим проектом и такое было много раз что она просто зависала и не осиливала какие-то такие операции а сколько времени забрало написание вот этого конкретно строки я думаю что не так много я бы сказал где-то 3-6 месяцев и над этим работала команда из приблизительно 5-6 человек так сложно сказать потому что это делалось в контексте всего остального но конкретно на строки я бы сказал ушло примерно от 3 до 6 месяцев командой приблизительно 5-6 человек спасибо возможно у кого-то есть пожелания или рекомендации как можно было сделать что-то лучше инхайндсайт или еще какие-то вопросы я пожалуй сейчас задам один вопрос а если в планах или вообще в мыслях на винде тоже перейти на косплатформенную версию от выстрел мысли есть но пока что она еще недостаточно хорошо протестирована для того чтобы на нее перейти и опять же страх регрессии и так далее возможно когда строка себя хорошо покажет на маке и будет уверенность что она действительно не хуже и надежная можно будет перейти на эту строку и на windows но это не даст каких-то ощутимых выигрышей потому что остальной код использует какие-то другие фичи mfc и vnapi до сих пор поэтому mfc все еще используется большой проблем с тем что используется эта строка до сих пор в принципе нет с этим спасибо до речи в тех ситуациях когда надо было просто продавать просто читать стрингу почему просто не сделать constrf вместо того чтобы продавать позначения ну да если мы надеемся на то что не будет копии то мы не будем модифицировать их можно просто сделать constrf и тогда не будет да абсолютно верно просто забиндиться ну constrf это по сути fancy скрытный указатель который мы не знаем что это указатель и копии там не будет но как я уже говорил много таких сигнатур где строка принимается по значению потому что юзер думал что копии не будет потому что он использует mfc string с copy on write но это может быть нормальным решением если строка константная передавать по constrf ну да ну то 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 не будет атомарной операции кстати с рефами есть одна неприятная особенность ну или приятная особенность у microsoft visual studio компилятора по стандарту c++ время жизни временных объектов продлевается только если они биндятся const ref const lvalue reference для не const lvalue reference время жизни не продлевается и может быть такая ситуация где вы передали строку допустим по не констной ссылке строка умерла а потом она используется разаменовывается и у вас crash microsoft в таких случаях продлевает жизнь строки и crash у вас не будет а когда вы такой код перенесете на другую платформу у вас будут в таких местах проблемы есть специальный switch который выключает эти microsoft специфик фичи либо хотя бы делает ворнинги в этих местах если все я думаю можно заканчивать всем спасибо